Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 602. События дня. Иоанн 20, 31. Съезжено записано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веры имели жизнь во имя Его за 6 августа 17 года. Еще события. Воскресный день. Мы стоим одинаково во все время. 4.40. Приводим в порядок в интернете все. Вопросы, ответы. Готовимся на богослужение утреннее. Получилось так, что на богослужение не было уже Виктора Савченко, он вылетел во Францию. И никто не стал читать Златоусты ничего. Я тогда вышел на проповедь уже как к кресту подходить. Я говорю, нет, подождите. И две проповеди сказал. Все равно две сразу. Встали и готовились. Объявление на улице сделал, что едем за карендой. Кто поедет с нами. Две машины. Роман Малыш и Сергей Пупков. Вот так и получилось. Больше никто не поехал. Когда вернулись, почти сразу же занятия. На занятия пришли. После занятия, заранее на занятиях объявил. Экскурсия. На первый мостик, на второй. Ну, где необходимо было показать, какая у нас работа была. Поднимать. Где в воду. Много работы сделано было. А потом поехали по такому месту, тому месту, где очень хорошо видно отрожки логов. Лучшие доказательства, чтобы потоп Ноэл был здесь. Ну, посмотрели. Я не сказал, как это выглядит. Ну, и все. Дальше уже поехали обратно в деревню. Хорошо. Поехали. Нужна надпись. Подъезжают люди на первый мостик. Водачи счет. И опасаются, я так думаю. Думаю, нужно сделать надпись. И надпись такое. Дно каменистое. Дно каменистое. Ну, вот. Кто будет сделать? Пошел к Надежде Васильевне. Она начала искать свои фломастеры. И нашла. Красным это выгорает быстро. Как закрыть от солнца. Дала. Специальный салфан нашла. А Володя говорит, лучше скотчем. Ну, делайте, как надо. Чтобы люди, подъезжая, знали, что там под водой твердое основание. Чтобы не застрять. Ну, вот. И так день-то и прошел. Свозил ее бабушек. Серафиму Гавриловну. Плотникову. А вечером пришла Мария Плотникова. С Надеждой Васильевной. Ну, и побеседовали. А Верия, она все. Уже в понедельник седьмого улетает в Грецию. У нас один на Францию, другой в Грецию. И попросили батюшка молиться. Потому что он остался в городе на понедельник. Пойти в комитет по образованию. И там заявление свое отдать. По депутатам пройти. Чтобы не закрывали школу в Потеряевке. Это артерия, которую уже восстановить будет почти невозможно. И затруднения большие. Ну, Бог все делает. Господь в его руке. Это уже что можно сказать. Ну, вот так. Долго устраивал мешок. Полный наложил я корней солодки. 25 пачек. Уже порезанные. Ну, такие по четверти, полторы длины. Целый мешок получился. Игорь не берет. Потому что занято все. Приезжает Марк с Мария. Что-то там такое. Я к Алексею загуляю. Его тоже не берет. Там банки склянки у него. Я говорю, ну, это вверху-то в банки склянки не занимает место. Там затолкать его. Это же легкое. Но места нету. Ну, вот так. Отправить, чтобы там получили люди. Удастся или не удастся. Это понедельник. Понедельник. Это как раз я сейчас насчитываю. Понедельник. Какие тут события у нас. Поехали на ягоду карену. Побрали, поели. Встретили там человека. Который знаком оказался. Вот такое. Когда приехали на отрожек с шлюзом, я называю, где поднятие воды. Ну, им трудно понять, сколько там это все вокруг. Это все вручную. Вручную было сделано. Показать наши ресурсы еще есть здесь. Вот. Первое. Это больше всего. Я начинал с него. Это мой мир. Мейл.ру. Вот интересно. Вчера мне письмо тут поступило. Письмо. Сообщение. Пожалуйста. Екатерина Тинникова. На мое стихотворение она пишет. Спаси Христос. Игнатий Тихон. Еще у нас в городе есть женский католический монастырь. Он принадлежит миссионерскому ордену. Сестры несут служение социальное. Работают с детьми и молодежью. Ведут катехизации. Я общаюсь с сестрами, и они евангельские. У меня есть желание вступить в орден. Ведь у них есть апостольское преемство. И вы всегда говорите, что не спорите с католиками. Я отвечаю, не советую. И против. Там ереси многократно больше. Ну вот. Ереси многократно больше. Советую, что? Зайти ей. Да и другим в наш во свете Библии православный библейский сайт. Книга к истинному православию. Вот я ее нажимаю. Сейчас она открывается. И прочитать несколько статей. Вот такие, допустим. Гордость папства. 323-я страница. Человека убийства и ложь в Ватикане. 340-я страница. Фатимская весть. Трагедия или надежда. 358. Вот эти три статьи надо прочитать. А тут указано, где к истинному православию. Гордость папства. Я нажимаю сейчас. Вот она вышла. Пойти туда, это значит потерять почти все православие. У них главное под туфлю папу подогнать. Вот она. Это большие материалы. Большие. Человек убийства и ложь в Ватикане. Вот так. Вот это вот статьи прочитают, если. Дальше видно будет, кто-то найдется. По Тимской вести. Видите как. Тимская весть. Вот возвращаюсь назад. Показать, что у нас. Форум большой. Удобно пользоваться. Поздравил всех с днем рождения. Система показывает. Ну и наш видеоканал. Это работа уже. Сегодня я опять выставил 10 видеороликов. Сегодня. Вот тут перечислены они, какие идут. Роман Малыш на высоте. Уже 24 за 38. А вот как, кто сжигал сваи. 28. Ну и 29. Дороглай нам не нанять по таким ценам. Вот это. Ну и у нас. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Вот здесь вот. Вопросы и ответы. Ну и на 55 папок это разбито. Показать. Это внутренний мир человека. Беру папку. Я оттуда по вопросу каждое утро вытаскиваю. Вопрос 838. Второй том. Бывают люди и исследователи. Бывают простые, как чукчи. Которые по вашему ближе ко спасению. В священном писании что-либо об этом сказано. Это мне вопросы в университетах задавали. Везде сохранилось. Ответ 1 Коринфянам 1.26. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти. Немного сильных. Немного благородных. Во имя апостолов простые люди, рабы, ожидавшие избавления от гнета, с радостью обращались в новую веру. Ученые люди мудрят. Вот передо мной труд Виктора Вейник. Почему я верю в Бога. Исследование проявлений духовного мира. Минск. 1998 год. Издательство белорусского экзорхата. По благословению митрополита Минска Филарета. Прочитав эту книгу, только и скажешь, что ум заехал за разом. Все пытается объяснить, доказать электромагнитными колебаниями, химическими процессами. И с этой сверхученостью вторгается в жизнь Христа и его чудес. Для веры вообще нет места. Куда более ученым можно было бы любить, как каким был апостол Павел. Но он во всем полагался на веру. Можно быть ученым одновременно простым и смиренным. И можно быть немытым щукче и довидеться одним своим самомнением. Вопрос 843. Я чувствую себя маловерующим и необращенным, поэтому мне стыдно говорить о Христе. Когда я говорю о Нем, то кажется, что говорю я от себя. Как мне быть? Ответ. Есть выражение. Учая другого, я учусь сам. Маловерующий – это все-таки верующий. Тройка – это тоже государственная отметка. Слово Божие побуждает нас. Римлянам 11.17. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведной верою жив будет. И 2 Коринфянам 4.13. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил. И мы веруем, потому и говорим. Святой Нифон полностью лишился веры, но продолжал молиться и плакать несколько лет. И Бог вернул ему веру с избытком. Нужно научиться быть смиренными, не гордиться и не искать своего. 1 Петра 5.5. Так же и младшие. Повинуйтесь пастырем. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Отец больного ребенка имел такую маленькую веру, что признал сам себя неверующим, и однако получил просимое. Марка 9.24. И тотчас отец отрок воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Не плоть, а дух раслился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обрезший ропщит и бунтует. Безверием палимый и сушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он. И жаждет веры, но о ней не просит, не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутой дверью, «Впусти меня!» Я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию! Федор Иванович, Тюччев, 1851 год. Вот, на сегодня и все.